Приехал на дачный участок. Вечно зеленый куст, то ли можжевельник, то ли как он называется. Если его сорвать и растереть, чувствуется очень приятный. В общем-то хвойный аромат. Эфирные масла. Очень приятно. Это виноград. Рядом виноград у меня. Вот она лоза. Что ж, пора продолжать работать. Трудно выделить время для съемки, обзора. Ну, мы подходим плавно к обзору на азару. Но сейчас надо идти немного поработать. Помахать молоточком. Что-то небо затянуло, кстати. Тучки появились, солнце куда-то задевалось. Вот еще виноградик. Вот он начал расти. Но ничего, сейчас поработаем и чуть попозже обзорчик снимем. Я рад приветствовать всех зрителей канала Парфюм Бюджет. Приступаем к долгожданному обзору на азара Ур-Он. Не судите строго. Работа не в проворот. Дофига этой работы по всем фронтам. И, честно говоря, просто некогда особо даже заниматься, готовиться к обзорам. Тем не менее, я хочу предупредить, что я собираюсь и дальше выпускать обзоры. По мере возможности, по мере подготовки к этим обзорам, они будут выходить. Повинуюсь сегодняшней моде. Я нацепил перчатки. Ну, на самом деле, конечно, больше для того, чтобы скрыть свои пальцы, огрубевшие от достаточно тяжелой работы. Значит, что у нас по азарам? Отличный, великолепный янтарный цвет. 50 мл. Флакончик. И давайте более подробно посмотрим на этот азара. Модный дом Лариса Азара зарекомендовал себя только с положительной стороны. Данный парфюм выпускается с 1978 года. Я его приобрел на Makeup Store в прошлом году за 1432 рубля. Сейчас цены подскочили. И 50 мл. А здесь именно 50 мл. Версия. Стоит уже, просят они 2170 рублей. А за 100 мл почти 3 штукаря. Классика мужской парфюмерии. Многим нравится. Многие в восторге. Каково же мое мнение на этот счет? Предупреждаю, что это только мое мнение будет в данном видео. И я его никому не навязываю. Рассказываю только то, что я ощущаю от этого парфюма. И что я думаю о нем. Давайте первым делом посмотрим на дизайн флакона, упаковки. Упаковочка у нас выглядит следующим образом. То есть видим логотип А. Азара. 10 мл. Все это мы видим. И интересная надпись вот здесь. То есть туалетная вода. И вот эти два слова. Что означает перезаряжаемый и многоразовый. Если мы перевернем упаковку. То вот здесь вот мы тоже можем прочитать интересные вещи. То есть о том, что модный дом Азара. Ну в смысле сам бренд Азара. Выпускающий предметы роскоши. Заботится об окружающей среде. И использует натуральные ресурсы, компоненты. В перезаряжаемых, вернее в многоразовых пузы. В многоразовых пузы. В многоразовых лаконах. Также здесь есть сноска, что эта инновационная перезарядка. Многоразовость используется не во всех странах, а в некоторых. В смысле доступна такая опция. Я не знаю, мне кажется, это вряд ли перезаряжаемый флакон, но трудно сказать. Что касается упаковки внутри. Я почему-то люблю открывать упаковки именно снизу, чтобы не мять вот этот верхний торец. Сохранять своего рода эстетику. Ну здесь мы видим, хотя бы обратили внимание, я сделал такой штативчик, что позволяет теперь управляться двумя руками. И гораздо более удобно. В обзорах единственная резкость иногда уходит. Потому что так устроена камера телефона. Мы видим цвет. Основной это черный цвет. Самой упаковки. Такой вот лыжемент. Здесь какие-то цифры. Я сначала подумал, что это батч-код. Но зашел на известный сайт и понял, что батч-код состоит из шести цифр. А мы видим здесь пять и семь. Вот здесь чуть повыше. Таким образом, мне не удалось определить сроки производства и годности этого парфюма. Не пробивается по пяти цифрам и по семи не пробивается. Требует шесть. Но здесь, возможно, это новые какие-то батч-коды. Не пробивается. Но штрих-код пробивается, как сделано во Франции. 335. Мы знаем, что 30-37 это Франция. Ну и, собственно говоря, здесь мы тоже видим этому подтверждение. made-in-France. azarparis.com Ну, собственно, по упаковке, наверное, и все. Ну, вот два еще значочка есть. То есть, легко воспламеняется, не держать у огня. И программа принадлежности к сортировке и переработке в турсырья. То есть, у них полностью и флаконы перезаряжаемые, и упаковки перерабатываемые. Так. Значит, когда я заказывал этот парфюм на Make-Up Store, там на фотографии видно, что вот здесь вот на вот этом, на этой крышке есть серебристая полоса. И, как я понимаю, те старые версии были с этой полосой. Но пришел именно такой вот, то есть, этой полосы нету, хотя я хотел почему-то именно с этой полоской, потому что, ну, как-то она круто смотрится и выдает принадлежность именно к тому старому винтажу. Ну, пришла вот такая тема, то есть, видать, это новая версия. Я не знаю, с какого года это и выпускается, вот уже в таком исполнении. Так. Что мы можем сказать по этому парфюму? Ну, давайте скажу сразу первое свое впечатление, чтобы долго не тянуть. Хотя мы посмотрим более подробно, конечно, сейчас и на пирамиду. Значит, первое, что ощущаешь от этого парфюма, он кислый. Он кислый, кислит очень сильно и отзывы тоже об этом многие говорят. На фрагре мы видим, что основной аромат, основной компонент, который чувствует большинство, это анис, который присутствует здесь в верхах. То есть, верхняя нота, это вот как раз анис. И он очень здорово чувствуется. Фактически, я чувствую анис с самого начала. И потом этот анис продолжает звучать все время жизни на коже этого аромата. И фактически, вот в моем случае, я не чувствую никакого раскрытия. На мой взгляд, он какой-то монотонный, этот Азара. Он просто звучит, вот этим анисом перебивает все. Но только в самом конце, в базе, чувствуется то ли почули, то ли еще что-то. Ну, там уже вот эти вот базовые ноты. Возможно, мускус немножко там чувствуется, дубовый мох. А так вот, я лично, я ощущаю один анис. То есть, кислый аромат. На коже он тихий, ну, как мне кажется. То есть, сверх какой-то интенсивности, сверх шлейфа я не ощущаю в нем. Хотя на фрагре, на фраграмтике сказано, что у него неплохие показатели стойкости и шлейфа. Я так не считаю. Я считаю, что он без шлейфа. Хотя, быть может, я не ощущаю сам шлейф. Другие люди тоже не особо обращали внимание на это, когда я его использовал. На мой взгляд, он не стойкий. Не особо он стойкий. То есть, стойко всего ниже среднего. Тяжеловат немножко. Ну, и так, стилистика, вернее, эстетика 80-х годов в ароматах. Она, сами понимаете, это шипры, это фужеры. Вот эти вот фужерные ароматы, которым принадлежит данная Азара. Немножко тяжеловат. Скорее, ну, повседневку даже не знаю. Те, кто любит, конечно, не откажутся им пользоваться. Но, скорее, он какой-то вечерний, что ли. Может, не вечерний, а, ну, скажем так, это эстетика повседневная 80-х годов. Там он был бы уместен очень здорово. Сейчас это будет смотреться спорно. Моё личное мнение, он не стойкий. На фрагре пишут, что стойкий. Я считаю, что он не стойкий, что он без шлейфа. Это фужерный аромат, то есть, папоротниковый. На мой взгляд, он смолисто-древесный и ароматический, что, как бы, держит его на грани между шипрами и фужерами. Между прочим, он и на шипр тоже похож, потому что есть в нём цитрусовый старт, бергамот. Есть дубовый мох тоже, который говорит о том, что, от которой выявляет принадлежность к шипрам. Бобы тонка, конечно, это ближе к фужеру. Ну, герань тут нету. Лаванда есть. Лаванда тоже у нас это принадлежит, может находиться и в шипрах, и в фужерах. Ну, это понятное дело, что это пирамида, которую я называю, она, вернее, компоненты пирамиды, это натуральные компоненты. Сейчас, если мы посмотрим на состав, то мы видим вот такой состав. То есть, сплошные какие-то химические элементы, которые мы иногда разбираем в лосьонах после бритья. Они там тоже такие же. Ну, что сказать. Это творение модного дома Азара. Разумеется, старая школа. Чисто мужской аромат. Я бы даже не сказал, что это туалетная вода. Ну, хотя, конечно, по концентрации это туалетная, судя по всему. Но он больше похож на одеколон по своему духу. Вот такой одеколонистый. Есть, кстати, схожесть с какой-то советской парикмахерской. Сам аромат, когда наносишь, припоминаю, что что-то такое было в советских, вот этот дух советских парикмахерских. Ну, реально есть. Я его сравнил, этот аромат, с Арамис. Я его сравнил с On Man Show, с Богартом Сигнатюр, то есть с перьевой ручкой. И с Estee Lauder есть у меня тоже. Тут один такой, значит, экземплярчик. И Ломани. К чему же привело это сравнение? Сейчас узнаем. Кстати, почему я сказал Ломани? Ведь кажется, Ломани или Ломани, я точно не знаю. Также, говоря о парфюме Estee Lauder, наверное, правильно так его и произносить. Значит, что тут можно сказать? Давайте назову. Кстати говоря, на фрагрантике намудрили с пирамидой данного парфюма. Там вот, если вы откроете и посмотрите, то вы увидите следующее на русскоязычной версии. То есть верхние ноты лаванда, мускатная, шалфей, базилик, анис, лимон, бергамот. В то время как там еще присутствуют, между прочим, тмин и ирис, которые пропустили в русскоязычной пирамиде. А это можно узнать, заглянув в англоязычную или по картинкам, которые там нарисованы. Можно понять, что там еще есть анис, тмин, ирис. В общем, полная картина такая. Анис, тмин, ирис, лаванда, мускатный шалфей, базилик, лимон, бергамот. Вот, если говорить о середине данной композиции, о серединных нотах, то в пирамиде, то это сандал, ягоды можжевельника, почули, ветивер, белый кедр, кардамон. Это правильные. А в русскоязычной они там намудрили и добавили туда еще герани, гвоздик, у которых, судя по всему, там и нет. Вот видите, как странно. И база – это кожа, бобы тонка, амбра, мускус, дубовый мох. Это то, что есть на самом деле. А в русскоязычной версии они еще туда засунули, значит, из середины перебросили ветивер, почули, сандал и так, и, 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 амбра, мускус, так, ну а все остальное вроде бы правильно. Ну, в общем, намудрились пирамидой. Вот, честно признаться, это удивительно. Я, например, всегда доверяю как бы этому сайту, а тут какая-то вот такая фигня. Если посмотреть на мейкап, то там тоже пирамида немножко указана, она немножко сокращенная, но в принципе верная. Там указан анис, лаванда, базилик, фенхель. Фенхель у нас близок, это близкий родственник тмина, как я понимаю. Там указан сандал, почули, ветивер, кардамон. И в базе кожа, амбра, мускус, дубовый мох. То есть там все в принципе верно. Значит, сам флакончик, обратите внимание, прекрасного янтарного цвета жидкость. Выпуклая буковка литера А Азара. Название, название, кстати, краской. Непонятно, как это сделано сверху или нет. Так, здесь мы смотрим общую информацию. Если присмотреться, то там мы можем увидеть адрес. Емкость Made in France. А вот не батч ли код это? Сейчас, секундочку. Ну, тут то ли лазерная гравировка, то ли что. Попытался я, подумал, что это батч-код. Вот здесь вот эти цифры. Третью не видно. Сейчас пробовал в калькуляторе подставлять все цифры. Нифига что-то не пробило. Поэтому с батч-кодом так я не определился. Значит, что тут? Распылитель сделан, ну, сами видите. То есть мне нравится такое исполнение. То есть не тогда, когда обжато и не очень аккуратно. А вот так вот все сделано, сверху закрыто вот это само обжатие вот этим декоративным элементом пластиковым. И все замечательно, хорошо смотрится. Возможно, кого-то интересует сам пшик. Насколько он, какой он, что он из себя представляет. Давайте посмотрим. Так, ну, тут вот мы видим пятно распыления. Вот оно. Расстояние было примерно 10 сантиметров. Ну, пшик я бы не сказал, что очень уж такой мощный. Он нормальный, средний такой. То есть среднего орошения. Два трепшика вполне нормально. Вот он, вот пятно само. Опять я ощущаю этот запах, вернее, аромат советских парикмахерских конца 80-х годов. Да. И вот этот аромат аниса или тмина, ну, что-то такое. Лаванды я здесь что-то не особо чувствую. Ну, наверное, все-таки анис преобладает. Действительно, анис. Мы видим, как выполнен сам флакон. Колпачок одевается с небольшим щелчком, снимается легко, одевается легко. Как вообще оказался у меня этот Азара? Как и некоторые другие, я искал Дзинтерс, Эдгар или Эдгар. Одеколон такой, как сказать, легендарный. И вот как-то вышел тоже по отзывам, по каким-то комментариям. Вышел на этот, потому что я помню один одеколон из юности, можно сказать, детства. И мне он так понравился, что вот я его ищу до сих пор. Мне интересно узнать, что же это был за одеколон такой. Никаких зацепок нет. Есть просто вот направление, годы, примерные какие-то фавориты, лидеры тех лет. Причем с учетом того, что было вообще сложно что-то приобрести здесь. Но вот по возможности того, что можно было приобрести и купить в то время вообще в Советском Союзе, скажем так. Чтобы было доступно. Потому что выбирать из моря парфюмов, конечно, нереально угадать. Но вот я думал, например, что я помню, что Дзинтерс были популярны. И они были именно у людей. Может быть, этот парфюм был привезен откуда-то из-за границы. Потому что такое тоже могло быть. Но не знаю. В общем, круг был не широк. Это либо советская парфюмерия, либо какая-то вот союзных республик. И я думал, что это Эдгар. Потому что, судя по моему собственному исследованию. Но это оказался не он. То есть я его приобрел, этот парфюм. Но это не то, что я искал, скажем так. Но, тем не менее, я ознакомился зато с этим Мазаром. Тем более, все равно, когда читаешь отзывы о нем. И вообще, все те, кто интересуется парфюмерией, знают, как распаляешься, когда читаешь отзывы, когда читаешь, смотришь на картинки. И начинаешь себе строить картинки, как ты его приобретешь. И просто становится какой-то азарт, появляется какой-то азарт. Его приобрести, становишься на время каким-то охотником. Во что бы то ни стало, хочется приобрести аромат. Тот или другой. Наверное, многие понимают, о чем я говорю. Вот, и я, смотря на этот янтарный классический парфюм, янтарного цвета, читая отзывы о нем, захотел его приобрести. Ну, аромат сам, конечно, красивый. Да, красивый. Старая школа? Да, старая. Сейчас не модная. Ну, по сути, это винтаж, конечно же. Что еще сказать? На Makeup Store, где я его покупал, один человек написал в комментариях, можете проверить, с оригиналом не схож или что-то в этом роде. То есть, или на оригинал не похож, как-то так. То есть, как бы намекнул, что это, в общем-то, и не оригинал. Что меня, конечно, удивило, потому что Makeup заявляет, что они торгуют только лицензией. Другие люди, другие комментаторы оставили положительные отзывы. Поэтому я, не знаю, оригинал, не оригинал, склоняюсь к тому, что все-таки это оригинал. Что касается, ну, давайте еще немножко поговорим, что касается его, как раскрывается, как сидит. Ну, по-моему, он не раскрывается должным образом. Как уселся, так и сидит. Вот, вот, фактически до... Ну, что-то в базе там какие-то ощущаются, вот, значит, почули, дубовый мох немножко. Я его пробовал, кстати, на волосах. То есть, есть такой способ. Я его полюбил сейчас. Это моешь волосы, и на чуть влажные волосы наносишь парфюм. И, кстати говоря, шлейф лучше, чем на коже, как мне кажется. То есть, ты его сам ощущаешь, и как-то окружающие замечают, и дольше все это держится. Так вот, на волосах стойкость... Первый тест показал низкий, то есть, трепшикой одел, и перестал его чувствовать уже, ну, через часов, наверное, пять. И как-то не интенсивно, не сильно, как-то все затихло, и все. Второй тест я делал, на удивление, он продержался сутки. То есть, какие-то отголоски я чувствовал через сутки, даже еще через какое-то большее время. Поэтому тут я даже затрудняюсь сказать. Возможно, это все зависит от каких-то погодных условий, от конкретный момент, особенностей обоняния конкретного человека. Не знаю даже, что и сказать на этот счет. Я все равно считаю, что этот парфюм и аромат, ну, как бы это сказать, я не знаю, есть ли такое официальное определение, зажатый. Он какой-то зажатый. Вот нету такого богатства, то есть, раскрытия аромата, яркости, его здесь нет. Он какой-то подзажатый. Вот не только он, многие другие парфюмы тоже грешат этим. Какая-то зажатость есть. Трудно даже объяснить. Вот как будто спектр его узкий, нету вширь, по бокам, нету вот этих вот обертонов, что ли, как назвать, не знаю. Вот какая-то вот зажатость есть в этом аромате. Без раскрытия особого, без буйства красок. Как-то все вот узковато и плосковато. Как-то так. На мой взгляд, опять же говорю, что мое мнение может не совпадать с мнением других пользователей данного парфюма, которым, быть может, он лично заходит очень даже хорошо, они ощущают его по-другому. Я говорю только о своем ощущении. И придумывать мне нет никакого смысла что-то там. Значит, я его тестировал. Если брать, давайте уже конкретно по тестам с Ло Мани, получается так, Ло Мани, он даже не вмещается в кадр. Он Мэн Шоу, СТ Лоудер, Арамис, я его сейчас не буду выставлять, он у меня тоже есть. И еще что-то там было. Я просто оставил те, с которыми нахожу некое сходство. Итак, давайте более подробно. Схож с Ло Мани. Ло Мани 1987 года. Схож он, сейчас скажу вам, на мой взгляд, в начале и в базе. У них есть общие компоненты. Это лаванда, лимон, бергамот, бергамот и пачули. Вот что-то в них есть общее. Я вам вот серьезно говорю. Конечно, уже в базе Ло Мани очень сильно отличается. Он больше пахнет то ли камфорой, то ли пачули. Там элемент выделяется очень сильно. Но все равно есть сходство и в базе, и в начале почему-то вот я чувствую. начало, может середина какая-то вот где-то там. Если брать Азара с Он Ман Шоу, то как ни странно, тут тоже есть сходство. Он Ман Шоу 1980 года, выпуска, а Азара напоминает 1978 года. И тут мы видим тоже сходство компонентов. Это бергамот, пачули, ветивер, кожа, амбра, дубовый мох. Как видим, много схожих элементов. Напоминаю, что Ло Мани это фужер, это фужер, это шипр, это шипр. Ну и Эсте Лоудер тоже фужер, фужерный аромат. Это шипр. Тем не менее, есть сходство, есть сходство, которое лишний раз подтверждает, ну лично для меня, что Азара балансирует где-то на грани фужерных ароматов и шипров. Граница тут, ну, конечно, она возможна и специалистами четко определяемая, но для меня она такая зыбкая и я чувствую, определяю, например, сам аромат Азара в то же время, как и, несмотря на то, что он фужерный, в то же время, так, как и шипровый. Для меня он является похожим на шипр. Ну, пару слов, также стоит сказать, если уж речь зашла о фужерных ароматах, то фужерные бывают тоже разные, есть виды, подвиды, скажем так, есть водяные фужеры, есть зеленые фужеры, есть пряные фужеры. Вот этот, судя по всему, относится Азара к пряным фужерам. Это скрещенный с древесным семейством, он относится к пряным фужерам, что, кстати, мы видим также и на фрагрантике. он принадлежит к семейству в том числе и пряных. Древесный, пряный. Так, значит, ОМС он схож, на мой взгляд, в базе больше, для меня вот лично. То есть, в базе я улавливаю сходство, причем такое явное сходство. не знаю, я чувствую сходство. И, если брать с Азара сравнение с Эстилоудер, Эстилоудер, то тут, значит, ситуация следующая. Эстилоудер 1985 года, тут я почему-то слышу его сходство в самом начале. между прочим, у них общие компоненты это можжевельник и анис. Анис у нас сразу же в начальных нотах, можжевельник в серединке идет. И я тоже чувствую сходство, причем, самое сильное сходство я чувствую именно вот этих двух ароматов. То есть, Азара и Эстилоудер. 1985 год, 1978. Еще что следует сказать, из всех ароматов, из всех этих ароматов, и сюда добавлю также Арамис, который сейчас я не выставляю, Богарт я еще, кстати, сравнивал, Богарт, перьевую ручку, Сигнатюр, и все, наверное. Вот, из этих всех ароматов Азара, Азара, самый светлый, самый светлый, если возможно привести такую аналогию такое сравнение с аналогией в звуке. Вот есть звук, если брать звук, то есть светлый звук, темный звук. Вот он самый светлый из этих всех ароматов, самый искристый, самый, пожалуй, яркий, вкусный. Вот понимаете, вот так я его определяю для себя. Хотя и отдает вот этой кислинкой Анисом. Вот так незаметно прошло около получаса записи. Хотел уложиться в минуту в 10 или в 15. Опять найдутся те, кто будет ворчать, что опять долго, опять много воды. Ну, друзья, ну так получается. Вот попробуйте сами взять что-то и записать. Вроде бы, хочешь быстро все сказать. И вот я говорю достаточно для себя быстро, а на самом деле потом смотришь на видео, кажется, что медленно. И вот эта вот скорость, ее держать в голове мысли, все это довольно-таки тяжело. Нужен навык определенный. Тем более, я по натуре человек не особо торопящийся, не балабол. Мне трудно вот это все, как некоторые балаболы, успевают болтать так, что просто диву даешься. Поэтому, что есть, то есть. Не судите строго. Пусть это будет своего рода компенсацией за то, что долго не выходили видео. Вот такая длительность этого видео. Ну, то есть, я уже сказал, что самое близкое для меня по звучанию это Эстэ Лоудер по отношению к Азара. Эти два тоже схожи. И он Маншоу, и Ломани. Так, и, пожалуй, еще... Опа! Задел за штатив. Ничего страшного. Значит... Ну, а вот что говорится на официальном сайте Азара об этом аромате? Мечта каждой женщины мужчина, который носит аромат Азара от Ларис Азара, воплощающий в себе все лучшие мужские качества, надежность и силу, элегантность и роскошь, свежесть и чувственность. Этот освежающий, острый и пряный аромат, подходящий для вечерних мероприятий, составленный из исключительно качественных и классических элементов. Мускус и почули придают аромату Азара чувственность, лаванда и герань изысканность и элегантность, ветивер, кардамон и сандал мужественность и энергию, а бергамот легкую свеженоту. Гармоничный и богатый состав создает поистине неповторимый аромат. И на каком-то сайте, возможно, даже на мейкапе такая аннотация к этому парфюму. Это прекрасное настроение, имеется в виду Азара. Блеск современности и неприходящая классическая элегантность. Верхние ноты, составленные из разнообразия трав, лаванда, анис, базилик, фенхель, освежают и бодрят. Далее композиция развивается в объемное и многогранное древесно-пряное сердце из пачули, кардамона, ветивера и сандалового дерева. Шлейф из теплых нот, амбры, мха, мускуса и кожи придает аромату подлинную мужественность. Ну и наверное вы заметили, что все те парфюмы, с которыми я сравнивал данные Азара Пур-Ом французские и Богарт Франции и Ломани Франции кроме Эстеллаудер, который изначально являлся американской маркой. Более внимательно рассматривая Сан-Флакон следует наверное отметить утолщение дна самого флакона и трубку, которая доходит внутри до самого дна. Следует обратить внимание на довольно таки стильное оформление самой упаковки. То есть это черный и серебристый цвет надписей. Сама упаковка сам картон лакированный и твердый. То есть очень такой качественный хороший картон хорошего вида презентабельного праздничного. И все это было упаковано вот в эту полиэтиленовую пленку. Он так и пришел в посылке запакованной хорошо запакованной пленкой. Это я уже просто распаковал. Ну и подводя краткий итог хочу сказать, что парфюм Азара обладает грековатыми рисковатыми терпкими нотами имеет глухой мягкий и невыразительный на мой взгляд шлейф. Вывод следующий покупать или нет я бы не советовал его покупать имея в наличии те ароматы те парфюмы о которых я говорил чуть ранее. То есть имея в наличии если у вас есть что-то из перечисленного то есть онман шоу или быть может ломани или быть может вот этот вот ст лоудер мне кажется нет особого смысла покупать Азара если только вы не хотите ну уж прям так сильно узнать что это такое познакомиться с ним хотя это чисто мое мнение я понимаю что это другой аромат это конечно же он не с точностью не копирует и более того он не может копировать он выпущен раньше их всех по возрасту и наоборот с него быть может что-то там копировали но это все эстетика и стилистика конца 70-х может быть даже середина 70-х и 80-х годов на этом пожалуй по этому аромату все может быть что-то я упустил ну он относится к золотой эре мужских шипров и фужеров на мой взгляд всего всем доброго всем пока новые видео не за горами вот